Тема нашего сегодняшнего эфира с вами это Лебедино озеро в постановке Рудольфа Нуреева. И, естественно, прежде чем мы будем с вами говорить про сам балет, про именно эту версию балета, мы должны с вами узнать, что же это были за личности, что же за люди поставили в два, да, потому что помимо самого, соответственно, Рудольфа, была еще, например, Гуффантейн, были еще другие личности, да, была определенная история, предыстория постановки этого балета, и мы должны с вами раскрыть, да, и вообще, почему это знаковая постановка, почему мы о ней все-таки говорим, почему она не затерялась, как многие другие. Итак, давайте начнем все-таки с личности. Мы говорим именно с вами про, соответственно, Нуреева, а Нуреев это было действительно интересное, грандиозное личное для своего времени. Мы все прекрасно знаем сейчас, что выходит много фильмов, много, я бы даже сказал бы, не только фильмов, выходит целые балеты, много книг есть, связанных именно с этой личностью или посвященных именно этой личности. Так вот, что, что было за личность? Мы знаем, что Рудольф родился в поезде, да, то есть не просто там в деревне или еще где-то, а именно в поезде по дороге, считается, что по дороге в Иркутск или из Иркутска, да, ну как-то связано вот с Сибирью. Он родился в поезде, потом началась война, родился он в конце 30-х годов, как раз таки в предвоенное время. Впоследствии он поступил в училище, правда уже был в сознательном возрасте, то есть это не тот человек, который проучился с первого класса в Вагановское училище. Он поступил, когда уже ему было довольно-таки много лет, проучился три года и попал в труппу Мариинского театра. Всем известно, что у него был очень сложный характер. Возможно, вот татарская кровь, да, башкирская кровь в нем преобладала. Он сам писал, что у меня родители с одной стороны были башкиры, с другой стороны были татары, и он не чувствовал в себе именно вот такую русскую душу, что как говорится, но тем не менее. И вот эта вот кровь, взрывчатое такое состояние у него преобладала везде и всегда. Даже Марго Фонтейн, с которой он очень долго благотворно просотрудничал, опять-таки, зная его характер, иногда просто выходила из зала на полчаса. И она даже говорила, что пока этот татарин не успокоится, я не вернусь. И буквально через полчаса она возвращалась, и продолжались репетиции. Так вот, в 1955 году он, соответственно, закончил училище. Надо отдать должное, что он не просто закончил училище, а он поступил в Кировский театр. И его, по идее, так как он, соответственно, был башкир, он должен был уехать. Он не должен был оставаться в Петербурге, в Ленинграде. Но примы театра его, соответственно, отстояли, чтобы он именно остался в этом театре. Интересно у него складывалась судьба еще и в Академии. Его товарищи, с которыми он учился, также не признавались. Ему был известный его нрав, что он мог прийти, например, занять свое место, никому его не отдавать, например, прийти всех растолкать. Или известный случай был из театра. Раньше, например, в залах было именно деревянное покрытие полов, не линолеума, как сейчас. И каждый приходил, выбирался какой-нибудь, может быть, дежурный, который там ходил, поливал, например, пол, чтобы он не скользил. Так вот, например, Нуреев, он, например, поливал только свое место. И неважно, он дежурный, не он дежурный. Он пришел себе, полил, встал, все, только он. Также был известный момент, что он не прижился, например, и в интернате, естественно. Так вот, Петяич, он жил в интернате. Он там не прижился, ему пришлось жить у своего учителя. А учителя у него был известный Пушкин. Это очень известный педагог, который выпустил плеяду звезд мирового уровня. То есть, это человек, который действительно делал очень много для балета. И, соответственно, Барышников тоже был одним из его учеников. Барышников, который, как мы знаем, тоже в свое время уехал из страны Советов в Америку. Так вот, Нуреев не очень долго проработал в театре, в Кировском, буквально три года. И через три года, в 61-м году, как мы помним, случился самый прыжок в свободу. На гастролях в Париже он решил попросить патриотическое убежище и остаться в этой стране. Но Франция его не приняла. И он, соответственно, уехал сначала в Данию, потом он проработал довольно-таки долгое время в Ковенгардене. Почти 15 лет он там был. Был приглашенным артистом в множестве театров, ставил много балетов и имел, точнее, именно австрийское гражданство. То есть, мы знаем его не только как знаменитого танцовщика, великого танцовщика. Мы также знаем его и как хореографа. И очень интересным этот момент был, что он свою хореографию, то, что он считает важным, стал воплощать еще во времена обучения. Еще с тех самых пор он стал записывать различные постановки, которые проходили в Кировском театре, выступления. Причем записывать именно в тетрадки. То есть, он конспектировал, что ему больше всего нравилось, что он хотел поставить. Вообще, он сам признавался, что у него была такая мечта после окончания училища, вернуться в Уфу, например, и там поставить балеты. Но, как мы знаем, судьба распределилась по-другому, и он ставил балеты не в Уфе, а практически по всему миру. Так вот, как мы знаем, в 61-м году он, соответственно, остался в Париже, сделал прыжок свой. На тот момент Лебединого озера он станцевал всего лишь три раза. Но при этом он имел довольно-таки богатый, такой-нибудь большой багаж из выступлений. Так как, напомню вам, что есть очень большая разница между репертуарным театром в России и в странах СНГ, и театрами в Америке, Европе и так далее. В России репертуарные театры – это театр, который каждый день выпускает какой-нибудь спектакль. Причем не просто какой-нибудь, а есть репертуар, есть репертуарная политика, и спектакли постоянно идут конвейеры. В Европе не всегда так, далеко не всегда так. И, соответственно, когда Нуриев уже переехал в Европу, он столкнулся со следующим, что да, он действительно был признанным танцовщиком, мастером своего дела, но ему просто не давали танцевать, потому что была большая-большая очередь из других солистов, не только таких гениальных, как он, да, соответственно. Но тем не менее, ему приходилось что-либо делать. И тут он понял, что, соответственно, так как у него есть свой темперамент, так как он хочет выражать себя в танце, он хочет видеть это, то ему нужно ставить. И он занялся тем, что стал ставить. Ставить, причем, больше под себя, потому что то, что он видел, то, как он видел эти балеты, то, как он видел эти выступления, никто другой больше так не мог поставить. По крайней мере, не в тех видах, которые он хотел. Поэтому он ставил сам, он взял за свои руки. Началась у него его творческая деятельность, соответственно, с того, что он начал ставить для галоконцертов. То есть не сразу большие балеты ему дали, ему дали попробовать различные маленькие галоконцерты. Там он ставил маленькие номера, причем преимущественно из тех, которые он уже танцевал в Кировском театре, на галоконцертах Кировского театра. Следующей ступенью была постановка третьего акта в Ковен-Кардене «Валета Байдерка». То есть те самые заменитые тени он поставил именно в этом театре. Это первая такая большая постановка его. Очень интересно послушать отзывы, почитать точнее отзывы. Все сказали, что он смог поменять именно английскую школу, английский стиль и показать именно ту самую заменитую русскую школу. При том, что он, то бишь Нурьев, русскую школу не очень-то почему-то любил. Что странно, он даже отзывался о ней, про то, что говорил «это дерьмовый русский танец». Это известное его выражение, которое он говорил уже в 80-х годах, правда, но тем не менее. Так вот, в Байдерке, дай Екатерину, я сохраню эфир. Так вот, в Байдерке, в третьем акте, он привнес именно русскую школу. Он показал линии, потому что известно, что на тот момент английская школа была более прямолинейная, скажем, может быть, в чем-то простоватая. Но он это изменил. То есть, в третьем акте смотрелся совсем по-другому. Но, естественно, он не остановился на этом. Он всегда думал следующее, что есть мужчина, есть мужской танец, который развивается. И нужно этот танец показать. Нельзя просто оставлять мужчину в стороне. Соответственно, следующим его шагом было, это балет Раймонда. И опять-таки, Коан Каттон заказал ему балет Раймонда, и он этот балет переделал. Но он столкнулся со следующим. Очень мало было информации в Европе по этим балетам. Эти балеты, такие как Байдерка, Раймонда, еще ряд других балетов, а надо отдать должное, что он за три года, то есть, получается, с 61-го года, в течение трех лет он поставил пять балетов, то есть, пять балетов это очень много. И он их подряд ставил, и он не просто ставил, он их изменял. И даже, надо сказать, акцентировать на следующее внимание, эти пять балетов это наследие Петипа, то есть, Муриев перенес наследие Петипа именно в Европу, он освежил эти балеты. Но он столкнулся, повторюсь, со следующей проблемой. В Европе не было источников, то есть, в Европу привозили на гастроли балеты, их показывали, но первоисточников не было, и зачастую из-за этого были различные проблемы. Возможно, это также повлияло на то, что Муриев именно их отшлифовывал, то, как он помнил, он отшлифовал и менял под себя, согласно определенным тенденциям того времени. Так же случилось и с Раймондой, он изменил этот балет, он пытался, действительно пытался найти источники, но не мог. Известно, что только в 89-м году, когда он смог вернуться в Россию, точнее, тогда это был Советский Союз, он получил доступ, соответственно, к библиотекам, и там нашел всевозможные первоисточники, нашел партитуры и вернулся обратно в Европу уже с кипой документов, которые он, в частности, потом использовал в еще одной взятии, например, Боидерке. Так вот, дальнейшим его шагом после Раймонда как раз-таки оказалось уже Лебединое озеро. Но прежде чем мы дойдем еще до этого Лебединого озера, мы сделаем следующую отсылку. Как мы знаем, с вами Лебединое озеро – это шедевр, наследие классического балета. Балет поставленный в 19-м веке, поставленный на Пятипа, причем мы знаем, что до Пятипа была еще одна постановка, мы знаем много-много различных других постановок, мы знаем, как этот балет изменялся, мы знаем музыку этого балета, история этого балета, конечно, очень интересная. Но, тем не менее, всегда считалось, что это история про девушку, что есть принц, и есть девушка, и есть трагедия этой девушки. И мы отталкивались обычно от этого. Соответственно, Нуриев, естественно, хотел сделать по-другому. И здесь очень важный вопрос, что мы будем считать именно Лебедину Нуриева. Потому что есть две постановки, есть постановка знаменитая в Брянской опере 1964 года, и есть постановка уже 1984 года в Парижской опере. Так вот, шаги были следующие. Пока молодой Нуриев танцевал еще в Коунгардене, он изменил сначала вариацию. Мы знаем, что в то время, в 1960 году, в Лондон переехал еще один известный артист, точнее даже балидмейстер с фамилией Сергеев, причем не Константин Сергеев, а Николай Сергеев. Он же перевез туда версию Бурнон-Вилли, версию Мариинского театра, он там показывал их, с, конечно, небольшими изменениями. Так вот, соответственно, Нуриев ввел следующее изменение. Он сначала добавил мужскую вариацию в первый акт, раньше такого не было, а затем он добавил мужскую вариацию во второй акт. А второй акт, повторюсь, это белый акт, потому что называется белый акт, и белый акт, который ставил Лев Иванов. То есть те самые знаменитые лебеди, которые бегают, да, не с маленьких лебедей, это все второй акт лебединого озера. И буквально через три года, набрав такой определенный багаж знаний, и насколько вы опять-таки помните, в 1961 году была знаменитая встреча с Марго Фонтайн, которая продлилась в них, знаменитая встреча, и творчество началось у них, которое совместно продлилось в течение 15 лет, мне тогда даже считают, что 17 лет. Они выступали вместе, при том, что Нурееву было 23 года при их встрече, а Марго Фонтайн уже 43. Да, у нее уже был закат карьеры, она уже в 61 году вообще думала, что закончит танцевать, но благодаря нему еще 17 лет они вместе проработали, поставили множество новых балетов, конституировали по всему миру. Так вот, в 64 году Венская опера заказала балет Лебединого озера у Нуреева, и здесь произошла пределная революция. Начнем с того, что очень много Нуреев переделал. Во-первых, он потребовал большой бюджет, изначально бюджет был по 600 тысяч, 600 тысяч известной местной валюты. Это для такого балета довольно-таки много, но даже это казалось мало для нужды Нуреева. Он уже говорил, что я не собираюсь из-за того, что у вас не хватает денег, ущемляя себя в своих каких-то настроениях. Это было типично показание, какой был Нуреев. Известно дальше, что он поменял саму историю. Почему мы говорим, что Лебединое озеро так важно Нуреева? Потому что благодаря нему мужской танец вышел на первую строчку. То есть, если до этого у нас всегда была главная именно женщина-балерина, и потихонечку был мужской персонаж, водился, и он действительно считался ранее только тем человеком, который берет и переносит балерину, то благодаря именно Нуреевской версии, в первую очередь вышел мужчина, его проблема, он был главным. Благодаря ему происходили различные действия. Уже не благодаря девушке, точнее даже вопреки. Так вот, поменялась концепция. Если раньше у нас был принц, к которому приводили невесту, и что-либо происходило, то теперь мы имеем, конечно, принца. Но все, что происходило, это теперь уже его сон. Более того, в это время в Европе господствует новый принцип, фрейдизм. И этот фрейдизм, он уже стал использоваться в балетах. Что подразумевается? Мы знаем с вами, кто такой Зигмар Фрейд, и мы знаем, что было определенное течение в психологии, которую он поддерживал. Также мы вспомним с вами, что появилась, точнее случилась великая, как говорится, французская революция, уже сексуальная революция, которая также повлияла на ход, соответственно, различных трансов, этих течений. Мы знаем, как изменялся балет благодаря этому всему. Мы знаем, опять-таки, различных постановщиков, то, как они ставили уже, исходя из этой революции, из этих новых осознанностей. Так вот, здесь мы видим следующее. Есть принц, который не вписывается в общий круг семьи, он живет с другими идеалами, он ищет нечто другое, у него есть наставник в какой-то степени, который заменяет отца. И впоследствии начинается с того, что принц засыпает ему снизу интересный сон, в котором его наставник превращается в Ротберта, в некого злого гения, который также пытается принести ему какую-то девушку, потом как-то насмехается над ним, уводит его в различные другие места. В конечном итоге принц понимает, что то, что происходит, это не то, что он хочет, это не является реальностью, и он вынужден покончить с собой. То есть, в любом случае, здесь трагический финал. Мы с вами помним, что изначальная версия Лебединого озера была именно с трагическим финалом. Этот же трагический финал оставил Энуриев, только он опять-таки поменял. Мы знаем различные изменения, когда считалось, что есть одна девушка, которая танцует одетую Адилью, мы знаем, что есть варианты, когда есть две девушки, танцующие одна одетую другую Адилью. Здесь же мы видим с вами, что не это важно. Важно именно то, что есть принц, который не вписывается в рамки. А если идти еще глубже, мы с вами увидим, что есть отсылки к более глубинным смыслам, которые мы с вами разберем уже в следующей постановке. Так вот, есть знаменитая постановка 1964 года в Вене. Чем она еще интересна? Там выступала, соответственно, Марго Фонтейн. Считается, что их дуэт был одним из величайших дуэтов своего времени. Опять-таки, несмотря на то, что большая разница в возрасте. Было еще одно отличие. Но Риев всегда пытался поставить как можно больше движений на маленькое количество музыки. То есть на каждый танк такт он пытался поставить нечто. И получалось, что очень много движений, очень много пантомима. Известное выражение Цискоридзе Николая Максимовича, всем вам известного примера Большого театра и сейчас это ректор Академии, он говорил, что зачастую как раз-таки, как же так правильно сказать-то, Нуриев пытался сделать все возможные неудобные движения, которые только возможны. Вот. То есть он не просто это делал, чтобы было красиво, а он пытался сделать так, чтобы это было максимально неудобно и максимально много. Получался иногда слишком перебор. Например, сейчас, если вы посмотрите отзывы именно постановки Венского оперы, который до сих пор идет, Нуриевской постановки Венского оперы, который до сих пор идет, там многие не справляются. И критики до сих пор пишут, что, конечно, то, что делал под себя Нуриев, это получалось. То, что другие пытаются сделать, сейчас это уже не смотрится. Конечно, это связано еще с некоторыми другими обстоятельствами, например, с тем, что не так много балетов сейчас идет в Венской опере, да, то есть уровень трупа уже не такой, как был раньше, но тем не менее. Так вот, мы с вами увидели в подстановке 2004 года революцию, революцию мужского танца. Мы увидели, что теперь есть больше вариаций, танцует принц в первом акте, танцует принц во втором акте, танцует принц в третьем акте, изменяется в четвертом акте, более того, добавляется еще один танец. Если раньше у нас в сцене третьего акта на Перу был именно дуэт, то, что называется черное ПДД принца и, соответственно, одетая Дилия, то теперь же мы видим уже под труа, где танцует и Зигфрид, и девушка, и, соответственно, Ротберт. Но на этом мы не остановимся. Мы идем дальше, потому что сегодня мы с вами обсуждаем постановку именно Парижской оперы, то есть финальную постановку, которая была Лебединое озеро, которую мы сегодня с вами будем смотреть в прямом эфире. Буквально, ну как буквально, еще через 20 лет, в 1984 году, был поставлен, или случилась еще одна постановка Лебединое озеро, уже Венская опера. Здесь были еще одни изменения, более глубокие. Во-первых, стало больше мужского танца. Не просто больше, а в разы больше. Девушек на сцене стало меньше. Это раз. Во-вторых, здесь появился пролог. Если до этого Нурив еще пытался перейти определенную черту, то в 1984 году, когда он уже имел определенный багаж знаний, как хореографа, он уже имел определенный вес, как случившийся танцовщик, как популярный личный, как медийная личность, опять-таки и времена еще сильнее поменялись, он смог привнести эти вещи в балет. Итак, начинаем с того, что появился, еще раз повторюсь, пролог. В прологе мы видим, как некое большое чудище или какая-то огромная птица в своих когтях несет лебедя. И здесь же, в самой программке, было написано, причем написано со слов, соответственно, Нурива, что этот лебедь олицетворял не просто птицу, да, то есть не так, что, о, мы видим бедная несчастная птица, ее несут, и мы какую-то жалость не испытываем, да, или что-то еще. Нет, совсем не так. Здесь же птица была определенная аллегория, потому что мы отталкиваемся от фрейдизма, и была приведена цитата от Зигмунта Фрейда, в частности, что, например, в различных народах некая сексуальная неудовлетворенность, например, или как в некоторых в Италии, например, как мужской половой орган, так же называется птицем, переводится. И вот эта аллегория была даже здесь привнесена, что у принца была определенная такая неудовлетворенность в разных аспектах, в том числе и в сексуальном. И вот он видел, как эту птицу уносит. Затем было следующее. Мы знаем, что было изменение. В самом начале есть танец полонез, в который исполняли смешанные пары. Смешанные пары имеют в виду мужчины и девушки, да, делились, обычно, по крайней мере. Здесь же немножко по-другому. Теперь полонез танцуют только мужчины. Было 16 мужчин, танцующих полонез. Он еще изменил этот танец. Вообще, очень удивительно, что Нуреев вообще считал, что кардебалет – это очень важно в балете. Не только солиста, а именно кардебалет. Только кардебалет, хороший кардебалет, может сделать правильный спектакль и подать хорошо звезду. Не имея хорошего кардебалета, звезда-солист не будет смотреться на сцене гармонично и правильно. Поэтому известно, что он иногда по 6 часов в течение нескольких недель мог запираться в репетиционном зале с кардебалетом и с ними репетировать, оттачивать. Конечно, это дало свои плоды. Конечно же, это принесло то, что мы видим вот эту чистоту исполнения, которая была в те годы во французской гранд-опера. Были еще изменения. Опять-таки, отец, который был у принца, если еще правильно сказать, наставник, который был у принца, он во сне плавно переходил в Ротберта. Причем не просто переходил, а уже во втором акте, в третьем акте были танцы, где Ротберт обнимал принца, где они танцевали вместе, где Ротберт подталкивал и делал еще что-то. Да, то есть, опять-таки, здесь был определенный, даже, можно сказать, сексуальный подтекст. И это, я вам говорю, не просто отдельно, это действительно есть записи, есть комментарии, которые вы можете прочитать в различных местах. Сам же, соответственно, Рифф про это говорил. Самое интересное, что когда Рифф изначально преподнес идею поставить новое лебедя на озеро, французская гранд-опера ему сначала отказала. Причем отказали артисты, они считали, что вот версия Бурдан-Вилли, которая шла в то время, она самая лучшая и не стоит ее никак менять. Единственное, на что пошел Нуриев, он сказал, что хорошо, я ставлю эту версию, но поставлю ее через два года, возвращу ее обратно. Труппа согласилась, но, как вы понимаете, через два года вся труппа настолько полюбила новую версию лебединого озера, что о старой уже практически никто не говорил. И мы до сих пор с вами можем наблюдать, как эта версия, версия Нуриева, постоянно, постоянно снова и снова ставится, возвращается в гранд-опера. Все-таки репертуарная политика гранд-опера, еще раз повторюсь, отличается от репертуарных театров России. Здесь немножко другие вещи. Также мы можем заметить с вами, что в принципе этот балет повлиял нам все, не только на какие-то отдельные моменты, а именно на мужской балет. Здесь мы увидим с вами новую вариацию. Вариация была усложнена. Здесь мы видим не ту классическую вариацию, которую обычно показывают во всех театрах мира, а видим именно сложность. Мы видим различные моменты с подходами. Здесь у него идут как раз-таки переходы, подходы новые, перекидные и прочее. Что еще стоит отметить? Важная деталь. Обычно Нуриев во всех своих спектаклях показывался таким, знаете, где-то кокетливым, где-то, нельзя сказать, попендующим, но таким, такой личностью, которая перекрывает все остальное. Поделывается под себя только и показывает свой нрав. Вот такой горячий, темпераментный нрав. И это сквозило во всех его балетах. Но в «Лебедином озере» он показал совсем другое. Во-первых, он сам пристал с другой стороны, потому что он как исполнитель выступал. Во-вторых, он показал вообще, что может быть персонаж другой, более сострадательный. Не такой, как мы видим все время принца с огромной, такой распростертой душой, который, знаете, приходит, спасает тут бедную, там, спящую красавицу. Здесь он, например, как спасает еще кого-нибудь, да, как в Раймонде, например. Нет, здесь мы видим именно сугубо личное такое, личное переживание, то это не примирение с миром. И опять-таки повторюсь, здесь вышел на первое место именно мужчина и мужской танец. Поэтому «Лебединое озеро» именно Нуреева – это была та веха, которая еще раз поменяла балет, еще раз поменяла понятие балета, которое снова показало, что мужской танец – это есть очень важная часть, что не может быть ничего, например, другого более важнее, чем мужской танец. Что стоит еще отметить? Нуреев пытался не просто перенести Петипа, он вообще считал, что балеты Петипа – это самое гениальное, что возможно. Это как вот такие дорогие камни в огранке, да, находящиеся. Он считал, что их нужно перенести и усовершенствовать. Мы знаем с вами, что примерно в это же время, между 60-х и 80-х годах, появлялись другие версии «Лебединого озера». И там последующие, например, да, где мужчины, например, были, где лебедями были мужчины, например, где лебеди были в виде каких-то маленьких, лысых там существ. Мы видим, когда поменялась королева-мать, становилась наставником, или наставник прообщался к королеву-мать. Мы видим еще одну постановку, где вообще все происходит не про «Лебединое озеро», а вообще про немецкого герцога, который смотрит постановку «Лебединое озеро». И тем не менее, несмотря на все вот эти тенденции, но Риев считал, что классика должна остаться. Это вообще человек, который в принципе привнес классику в Европу, и не просто привнес, а смог ее именно вставить так, чтобы она смотрелась хорошо, смотрелась вовремя, скажем так. Не какой-то закостенелой старой чем-то там постановкой, а именно новой, хорошо смотрящейся вещи. Да, все знают, что у него была тоже идея, он сам говорил о том, что я вижу вообще «Лебедей» именно мужчинами. У него была такая идея, и буквально через там 10-11 лет Мэтью Борн поставил свою версию этого балета. Но тем не менее, все-таки изначально он, изначально Риев оставил версию Петипа, немножко поменял ее и поменял само понятие мужского танца. Мы увидим, еще раз повторюсь, усложненную хореографию, мы увидим хороший кардебалет, и мы увидим понятие, новое понятие, мы увидим с вами, что мужчина и мужское переживание здесь главное. Так что надеюсь, вам этот спектакль очень понравится. Если у вас какие-то вопросы остались, пожалуйста, пишите, пишите мне в сообщении, я постараюсь вам ответить. И желаю вам в любом случае интересного просмотра. Заходите на сайт Гранд Опера, сегодня в 19 часов будет прямая трансляция. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо большое за то, что были со мной. Увидимся в новых эфирах.